В России предлагают ввести государственный стандарт уровня и качества жизни ребенка, детский стандарт, который включает базовый набор товаров и услуг для обеспечения качественной жизни детей в семьях. Подробности прямо сейчас. Соответствующее обращение председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту страны Владимиру Путину. Предлагаемая мера нужна прежде всего для поддержки многодетных семей и увеличения их количества. Такие семьи через рождение и воспитание большого числа детей в перспективе дают в разы больше работников, чем семьи с одним ребенком. Тем самым они делают наибольший вклад в развитие страны и ее экономики. Однако на обеспечение высокого уровня жизни детей в многодетных семьях может не хватать родительских зарплат. По этой причине качество жизни детей в многодетных семьях зачастую в разы ниже, чем в семьях с одним ребенком. В связи с этим представляется целесообразным законодательно ввести государственный стандарт уровня и качества жизни каждого ребенка в Российской Федерации. Детский стандарт как фундаментальный механизм выравнивания базовых условий жизни российских детей и закрепление того факта, что многодетные семьи выполняют важнейшую государственную задачу. Их поддержка – это стратегические инвестиции в преумножение нашего народа и развитие страны. В такой стандарт предлагается включить минимальные наборы товаров и услуг, необходимых для качественной жизни каждого ребенка. Например, базовый список продуктов питания и непродовольственных товаров, расходов на здравоохранение и дополнительное образование, а также на отдых и культурный досуг. Кроме того, в перечень предлагается добавить необходимую жилищную площадь и наличие автомобиля. Положение о детском стандарте следует внести в разрабатываемый в России законопроект о статусе многодетных семей. И прямо сейчас инициатор этого обращения Юрий Крупнов присоединяется ко мне здесь в студии прямого эфира «Царьграда». Юрий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Это принципиальный вопрос введения детского стандарта? Ну, конечно, потому что вопиющая несправедливость. Но представьте простейшую ситуацию, скажем, семья с одним ребенком, нормальная, хорошая семья и здорово, что такая семья есть, едет на отдых в Крым. И семья с тремя детьми едет на отдых в Крым. Но мы понимаем, что для второй семьи это уже некоторого рода приключение, потому что надо в три раза больше просто элементарно билетов купить и так далее. А представьте, если семья с пятью детьми едет в Крым, а скорее всего мы должны понять, что она никуда не поедет. Потому что просто элементарно, даже если отец и мать работают, опять сложно, а как это мама работает с пятью детьми, да? Но если даже работают, даже если они зарабатывают точно так же, как семья с одним ребенком, то мы прекрасно понимаем, что разделив эти деньги на пятерых детей, естественно, ситуация будет другая. Но в то же время у нас вот эта вся пенсионная эпопея, на мой взгляд, крайне неудачная и ошибочная, с моей точки зрения. Но она говорит о чем? Что у нас не хватает работников, у нас вообще плохо с демографией, а плохая демография дает плохую экономику. По крайней мере, одно из обоснований. Да, нет, не только обоснований, по сути так и есть. Потому что, кстати, лучшие мировые эксперты, они говорят простое, что вот эти все мировые кризисы последних 15 лет во многом идут от того, что исчерпано с демографией. Потому что раньше рабочие руки пребывали и нарастали, и был этот самый экономический рост вожделенный, если так по-простому говорить, убирая там другие вещи. А сейчас этих рабочих рук не предвидится. И возникает вопрос, с одной стороны, семья с пятью детьми вносит в пять раз больший вклад по сравнению с семьей с одним ребенком в будущую экономику? Просто вот элементарно, да? А, соответственно, живет в пять раз хуже. И, мне кажется, для государства это вопрос, как минимум, так? И дальше возникает ситуация, когда нужно не бегать работникам соцзащиты и проверять, как там живут с пятью детьми. Конечно, хуже живут. Вот в среднем, конечно, хуже живут. А бегают и проверяют? Проверяют, бегают. Мы уж не говорим про все эти ювенальные ужасы и так далее, да? Но смысл-то в чем? Что, как бы, говорится, и вообще такой стандарт поднимается и загоняет, что ребенок должен быть там причесан, умыт, обут, как будто вот он в эфир прямой выходит там на СНН и так далее, да? Но, прошу прощения, опять же, один ребенок в семье и пятеро детей. Все равно разные ситуации. И получается, что спрос идет с родителей. Но возникает вопрос, хорошо, ладно, сейчас там не будем спорить, но а государство, а с тебя спрос? Это что, дети у тебя разные? У тебя дети из первого сорта, второго сорта? Ну, получается, что так. Или еще хуже, когда говорят, ну, вы же сами нарожали, никто с вас не просил. Вот, Юрий Васильевич, я вам задам этот некорректный вопрос, который, я думаю, вы слышали. В завидной периодичности добавлю, к сожалению, и я его вижу, и я его слышу, и я периодически читаю в комментариях, и больше, чем уверен, даже по итогам сегодняшнего нашего разговора, увижу. Конечно. Зачем плодить нищету? Что вы тут призываете? Зачем вы это делаете? Тут с одним-то, дай бог, справиться. При падающих реально располагаемых доходах, что является правдой? Непонятной, мягко говоря, ситуации в экономике. Что является правдой? Зачем плодить нищету? Я хочу, чтобы Юрий Крупнов ответил на этот вопрос в нашей программе. Знаете, Юрий, тут даже есть хуже вопрос. То есть я сейчас отвечу на еще хуже вопрос. Он вопрос, а кто вас заставлял плодить этих детей? То есть даже вопрос там не в нищете, еще в чем-то. И, вы знаете, я два раза слышал это на заседаниях на уровне вице-премьера региональных правительств. То есть сидят люди, и люди, например, департамент имущества... Не стесняясь. Да нет, не то, что не стесняясь, он просто как аргумент. Вот знаете, официальное совещание, сидит там вице-премьер правительства, не буду говорить, какой недалеко от Москвы расположенной области, да, и говорит, ну, слушайте, ну, в конце концов, непонятно, что мы обсуждаем. Вот когда землю раздавали, там, пик был многодетным, да, и все по-дурацки это делали, непонятно, что мы обсуждаем. А что мы вообще им должны? Вот они нарожали, никто не просил. Вот, кстати, я опять ничего плохого не хочу сказать, но, к сожалению, я уже начал, прошу меня простить, да, но я начал уже такие вести разведывательные вещи, когда кто-то так говорит. А сколько, например, и это женщины говорят, кстати, сколько у этой женщины детей, и семья, она одиночка или нет? Вот, и, к сожалению, к сожалению, как это ни странно, понимаете, или наоборот, понятно, да, но это вот, мне неприятно это говорить, потому что я не хочу никого оценивать, не хочу никого обижать, да, но, как правило, ребенок один, в лучшем случае, да, и мужа нет. Что вы отвечаете вот на эти провокации? Нет, это не провокация, это умонастроение, когда на самом деле это все вот в одной, как бы, да. Это глупое умонастроение. Конечно. Я буквально несколько дней тому назад вернулся из Владивостока, всю неделю провел в Приморье, да. Сегодня одна из главных тем вообще в стране, это ситуация в Приморском крае, вообще на российском Дальнем Востоке. Ребята, мы допрыгаемся с Дальним Востоком, с нашей демографической политикой. Я не боюсь об этом открыто говорить в эфире. Это крайне серьезная ситуация. Мало того, что смертность превышает рождаемость, идет колоссальный отток из благодатнейшего края Владивосток. На широте Сочи находится природные богатства, красота невероятная. Вы слышали вначале, у нас было включение из Владивостока. Люди потому что не могут справиться, нет ни доходов, бешеные цены. И я молчу о том, что рядышком находятся весьма развитые страны, мощные страны, у которых нет проблем с демографией, у которых нет вице-премьеров с такими дурацкими позициями. Вы меня простите за эту эмоциональность, но просто это реальная ситуация, Юрий Васильевич. Ну поэтому вы что сказали для меня, если так говорить серьезно. Первый пункт демографии это геополитика. Это первый пункт. Это безопасность страны. Это национальная безопасность, это геополитика. Потому что эти соседние страны, и не случайно одна большая очень соседняя страна, на Петербургском форуме два года назад вице-премьера этой страны, уже большой страны, он сказал, ну знаете, у нас много народа, у вас много пустой территории. Нам надо как-то объединиться. Ну и он это сказал без задней мысли, я уверен. Я, опять же, ни в коем случае ничего не хочу сказать плохого, да, но прозвучало это зловеще. Понимаете? То есть, ну дальше у вас людей не останется, а у нас их будет все больше и больше. Но поэтому как бы мы понимаем, что потом произойдет. Это первое. Это первое. Второе экономика. Еще раз повторяю. Ведь, вы знаете, я написал письмо обращения к президенту по стандарту детскому. Почему? То есть, эта мысль давно вынашивалась, я готовил. Но было вот это известное обращение Владимира Владимировича по поводу пенсии. Я сейчас не хочу его комментировать. Но там же был сюжет, на мой взгляд, шикарный сюжет, что, соответственно, для многодетных семей, для мам, к сожалению, только мам, да, но в данном случае мама все равно, это очень важно, да, не только, но папа еще есть. Но для многодетных семей будет снижаться этот пенсионный возраст. Пропорционально числу детей. И убирая все остальное, и я против повышения этого пенсионного возраста, но сама идея правильная. Я и обратился, я и говорю, Владимир Владимирович, ну гениальная идея. Но дальше не только понижение этого пенсионного возраста для многодетных семей в зависимости от количества детей, но это надо распространить на все. Причем речь идет даже не только о выплатах, хотя, скажем, мы с вами обсуждали, когда там 8, 9, 10, 11, 12 детей, да, ну даже тут обсуждать, по-моему, нечего. И у нас таких семей, кстати, там 8 тысяч всего в стране. То просто люди должны получать, ну, 50 тысяч минимум в месяц, просто как грант, как грант. Понимаете, это даже обсуждать нечего. И то, что они не получают, это ужас. Но я вот честно, если я, ну, даже представить себе не могу, у меня дети выросли, да, но вот я сейчас представлю, я попаду в ситуацию, у меня, например, какие там 10, пятеро детей. Ну, я не знаю, как я, не то что концы с концами, как я вообще буду выживать. А у нас люди живут, это очень достойные семьи, то есть речь идет, там бывает всякое, но 99% это абсолютно достойные семьи, понимаете. Поэтому второй вопрос экономики. И Путин когда говорит, вот пенсионный возраст будем снижать, отлично, но давайте это доведем до принципа. Я все время говорю, может, тоже надоел повторять одно и то же, но, знаете, меня поразило однажды, что в Греции каждое оливковое дерево, оно имеет свой номер и попробует его вырубить. То есть там будет страшная там национальная история, скандалы и так далее. Потом, ну как это, вот там 1898 дерево вырубили, да, так у нас дети не подсчитаны в стране. У нас каждый ребенок должен, это же государственный ребенок, он же потом в экономику, в геополитику, во все, в нашей ситуации демографической катастрофы, каждый ребенок должен быть подсчитан каким образом? Тем образом, что государство не только на родителей должно спрашивать, а само государство должно смотреть. И я говорю, ну бессмысленно обсуждать. Мне говорят, а как будет методически организован этот стандарт? Я готов это рассказывать, это отдельно немножко нудный момент, да, вот, в чем-то напоминающий картину. Я готов, есть, да, но, как бы, вопрос возникает, о чем мы вообще обсуждаем, почему есть методика? Эту методику сесть должны специалисты и разработать. Я еще раз повторяю, неужели непонятно, что пять скрипок купить для пятерых детей в музыкальной школе и одну скрипку, пять поездок и билетов купить до Крыма и один билет, и так далее. Пять кружков сегодня, к сожалению, часто платных, да, и один кружок. Пять репетиторов. Я против репетиторов, считаю, это неправильно, это проблема нашей. Но мы живем с вами в реальной ситуации, да. Пять репетиторов и один репетитор, понимаете? Я уж не говорю, опять же, машина, условно говоря, там какой-нибудь рафик там, или, так сказать, полноценный, да, вот, либо машина маленькая, так сказать, для двоих, буквально, может быть, даже без задних кресел, да, все. Поэтому мы же, понятно, любому человеку, любому ребенку это понятно, но это государство должно, соответственно, каким-то образом замещать это неравномерность. А что им отвечают? Говорят, денег нет или что? Знаете, я уже год решил писать такие демографические письма и по поводу чрезвычайной демографической комиссии, по поводу ФЗ, федерального закона о статусе многодетных семей и о необходимости вот этих грантов для семей с восьми и более детьми, потому что, ну, это просто наше национальное достояние и так далее, да. Мне в основном, ну, понятно, отвечают, Минтруд спускают, поскольку у нас Минтруд отвечает, и мне Елена Викторовна Страхова, которая... Это кураг? Да, у нас главный по демографической политике, значительно главнее, чем президент, премьер, все остальные, потому что она решает, она дает эти темы основные, вот. Она отвечает, в принципе, ну, как бы сейчас это не очень своевременно, но, в принципе, делается очень много. У нас год детства, десятилетие потом детства и так далее. И вот еще планируется много разных хороших дел. То есть, по существу, конечно, ответа нет. И я ни в коем случае опять, то есть, ну, я не согласен с госпожой Страховой по всем вопросам, потому что она вообще считает, что в современном мире рождаемости быть не может много. Дай бог, родного родят, надо первого стимулировать, а про остальных забыть. Это официальная позиция. То есть, это я к тому, что... Сейчас не скрывает ее. Не, он не скрывает, и он всеми командует. То есть, я просто сейчас хочу сказать, что, вот, может, вы знаете такой есть, Владимир Владимирович Путин там, да, Дмитрий Анатольевич Медведев, все. Они говорят то, что им пишет госпожа Страхова. Поэтому госпожа Страхова, она у нас определяет демографическую политику, значит, геополитику, экономику и все остальное в перспективе. Вот. Но я опять даже без претензий. Просто, на мой взгляд, это опять связь с того, что у нас демографическая проблема. На Дальнем Востоке она особенно чувствуется, вы это очень точно, на мой взгляд, сказали, и так далее, да. У нас демографическая проблема, она, ну, в общем, социалка, социалка. Ну, там, подбросить чуть-чуть деньжат, пособие, то ли 38 рублей, там, ну, пусть даже 2000 рублей, да, так раскидать, все, ну, чуть-чуть перед школой помочь. Все это правильно и хорошо, я ни в коем случае не осуждаю. Но это все тактика, а не стратегия. Но это не социалка. Это не социалка, это геополитика, геоэкономика. Это вопрос выживания русских в широком смысле. Не русских каких-то там, этнических, непонятно, кто это такие, да. А вот русские, которые держат Россию, русскую культуру, понимаете, тысячелетние государства, которые создали. И вот это государство, тысячи лет, которые русские зиждили, и которые все вскормлено кровью, потом и так далее, да, русского человека, который освоил такие колоссальные пространства и дошел до Дальнего Востока и прочее, да, все. Это государство, оно сегодня таким образом, как бы это ни видит своего Созидателя, кто его создал. У вас надежда есть, что ситуация развернется? Конечно, конечно. Нет, но мы все вместе все это будем добивать. Но сейчас за последние буквально 3-4 года колоссальный всплеск ассоциаций многодетных семей. В каждом регионе по 2-3. Там есть, можно спорить с чего-то туда, но люди самоорганизуются. И вы знаете, недавно Виталий Тоевич Третьяков даже такую идею гениальную, которую сформулировал, демографическую партию создать и так далее, как предложение, связанное, естественно, не с политикой в таком, в примитивном понимании, а как с акцентированием этого вопроса и так далее. И я вижу, что сегодня осознание происходит. Сегодня, по большому счету, с одной стороны, вот эти есть вопросы, а кто их заставлял рожать? Или, как помните, вас туда никто не посылал в Анголу воевать или еще куда-то, как модно было говорить, далее в Афганистан. Вас там никто не посылал, а кто послал, это, так сказать, сейчас неинтересно. Нет, вопрос в другом, что люди понимают, что в вопросах рождаемости, на самом деле, а это катастрофическая мировая, всемирно-историческая ситуация, в вопросах рождаемости стоит вопрос о нашем существовании. Ведь что такое, ну для меня, вот я за кожаным Вадимом Валерьяновичем всегда повторяю, да, что, что такое Великая Отечественная война? Когда произошел перелом после вот этих ужасов, там, лета, осени 41-го года, когда люди поняли, что, ну просто русских уничтожат, и все. То есть вопрос идет не там в потерях каких-то там территорий. И вы пробуете аналоги? Ну конечно, так нет, но только вопрос идет, как бы, как вот все эти, ну уже тоже надоевшие примеры, с молоком и лягушкой, да, которые там медленно сбивают, или там, наоборот, нагревает температура, она не замечает, медленно умирает и так далее. Так и есть. То есть да, взрывов нет, нашествий нет как такового, но проблема ментальная, проблема культурная, проблема идентичности, проблема идентичности русских. И там дальше, причем русских опять в широком смысле, и к сожалению, возьмем там Татарстан, допустим, ну условно очень много представителей там мусульманства, да, все отлично, все, но там такая же ситуация. То есть я опять бы не преувеличиваю вот эти все разговоры, что вот там нас там ислам там заполонит, и так далее, по крайней мере наш российский классический ислам, да, вот, который составляющий нашей государственности, который, ну, мы, без которого не представить Россию, да, он, к сожалению, в этом смысле, с точки зрения таких бытовых носителей, в таком состоянии. То есть мы все, русские в широком смысле, люди, которые говорят на русском языке, зиждут русскую культуру, работают на российскую государственность и так далее, мы просто пропадем и исчезнем. То есть у нас, ведь поймите, у нас, Юрий, никто в государственном уровне, да, даже серьезный эксперт, так называемый, который там высокие вещи говорит, вообще никто демографию не представляет, просто не представляет. Потому что я когда говорю, говорю, у нас к концу столетия останется 70 миллионов, половина, не обсуждаю это на демографический состав, так, говорят, да вы алармист, вы что тут вообще, что вы тут вообще пришли, тут наводите какую-то непонятную критику, тень на плетень, все будет нормально. Ну, как-то люди выживали, как-то люди выживали, да, ну, как выживали, масса народов исчезли из истории, мы сегодня их изучаем, и нас будут изучать через 100 лет, там, какие-нибудь аспиранты будут писать диссертации на тему, почему русские вымерли. Либо мы будем творить историю. Либо мы будем творить историю, прежде всего, через семью, а государство через поддержку многодетной семьи. Вот, вот, как бы механизм. Полностью с вами согласен, и не только потому, что я многодетный отец, но и потому, что это действительно краеугольный вопрос наших государств. Я прошу прощения, буквально еще минуточку, но это я, как бы, там, геополитика, экономика и так далее. Но, вы извините, меня никто не заставит поверить. Я уверен, со мной 99% людей согласятся. Ну, хорошо, 5-е, 10-е, но когда женщине, мужчине, там, 40 лет, 45 лет, да, и у них нет детей или один ребенок, все равно все, как бы, понимают, что, ну, что-то это ненормально. Вот в нашей русской, пока, ментальности это есть. И кто бы как там не крутился, не выделывался, прошу прощения, не выпендривался, не показывал там, не хорохорился, что он там бездетный или там чайфри или еще что-то, да. Но я видел этих женщин, я просто приходится общаться. У нас страшная, московская такая социология, большая прослойка женщин, 32, 33, 35 лет, которые, в лучшем случае, с одним ребенком, без семьи, без квартиры, потому что приехали, как-то они там все снимают и так далее, да, и я вижу просто, ну, по-простому, это человеческий просто ужас, что вот так это будет до конца, понимаете? То есть нормальная семья возможностей там ограничена по разным причинам, и в том числе мужики виноваты, я абсолютно согласен, это отдельная большая тема, да, но я к тому, что это даже вопрос, это я геополитику, геоэкономику мы с вами обсуждаем, но это вопрос личного счастья, это вопрос личного счастья. Вот, прежде всего, то есть речь-то идет не про то, что типа нарожай солдат, нарожай работников Арбайтен там вперед и так далее, это важно, надо понимать, это тоже никого не уйдешь, но речь-то не про это, мы же призываем не к тому, чтобы, например, останьтесь без детей ради страны там, ради там и патриотизма, ради еще чего-то, речь-то идет про другое, будьте счастливы, одновременно сохраняя русских и страну. То есть вот о чем речь. Спасибо, спасибо, Юрий Васильевич. Юрий Крупнов здесь сейчас со мной в студии прямого эфира телеканала «Царьград». Собственно, сказаны все важные моменты, не буду повторять, это вопрос выживания. Выживание, как мы будем дальше существовать на той территории, которую нам оставили предки. Недопустимо никакого иного варианта, чем творить собственную историю своими руками. На сегодня, господа, это все. По будням, начиная с шести вечера по московскому времени, мы анализируем вместе с вами и нашими экспертами ключевые события в экономике, финансах и политике. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова